Девушки отдыхают Я к вам пишу, чего же воли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашу волю меня презрением доказать, но вы к моей несчастной доле будь ко мне жалости хранят. Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, мои мысли, да, мы не узнаем никогда. Когда в надежде я имела хоть лет, хоть неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтобы только слышать ваши речи. Вам все вспомните, потом все думайте. Думайте, потом в древней ночь до новых встреч. Но говорят мне, людей в глуши, в деревне все вам скучно. А мы ничем бы не блестим, ведь вам рады, простодушно. Зачем вы посетили нас в глуши забытое население? Я никогда бы не знала вас, не знала курького мучения, души, неопытной волныни, смирив со временем, как знать. На сердце я нужна бы другу. Была бы верная супруга и добродетельная мать. Другой, нет, никому на свете не отдала бы сердце я, То вышлем суждено совете, то воля неба я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, да гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся незримой, ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался давно. Нет, это был лицом, ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомрела, запылала. И в мыслях молвила, вот он. И в это самое мгновение, не ты ли, милая виденья, в прозрачный тяготе мелькнул, Приникнул тихо к изголовью, не ты, с отрадой любовью, слова надежды мне шепнул. Кто ты? Мой ангел, не хранитель, не коварный искуситель, ни сомнений разреши. Но сможет это все пустое, а магно-опытной души, и сождено совсем иное. Но так и быть, судьбу свою отныне я тебе обучаю, Перед тобой я слезы бью, твоей защиты умоляю, кончаю. Страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, Но у меня порог и ваша честь, и смело ей себя уверяю. Аплодисменты. Аплодисменты.